Спуск на воду – занятие увлекательное, но вместе с тем и очень ответственное. При нахождении на речной поверхности судовладелец должен иметь спасательный жилет, судовые документы, комплект оснащенности. В случае несоблюдения правил от предупреждения и профилактической беседы до административной ответственности. Основные мероприятия, которые должны проводиться, это поддержание судна в техническом исправном состоянии, обеспечение безопасности на воде, то бишь наличие спасательных жилетов при движении застегнутых. Ну а также нахождение на маломерном судне в трезвом состоянии, наблюдение за водной акваторией, дабы не допустить аварийные случаи, которые происходят периодически на наших вонных объектах. И аварийных ситуаций немало, в том числе с гибелью людей на водоемах. За прошлый навигационный период в Брестской области произошло три несчастных случая. Трагедии их заставляют говорить о проблеме. Хотелось бы обратиться к гражданам с тем, чтобы наиболее внимательно они относились к эксплуатации маломерных судов, постоянно держали на контроле этот вопрос. Почему? Потому что вода ошибок не прощает. Транспортное средство на автомобильной дороге – это примерно равно маломерному судну на воде. В Бресте рейды проводятся на водной глади реки Муховец под Гузненским мостом. Несмотря на немногочисленных судовладельцев, первый проверяемый появляется на горизонте быстро. У хозяина маломерного судна Рыбака Вячеслава Гулеева и с оснащением, и с техосмотром все в порядке. Техники безопасности учат и ребенка. Часто не проводите время на воде? Ну, провожу. Бывает. Когда свободное время есть, провожу. Соблюдаете технику безопасности? Потому что считается, наверное, что это... Ну, конечно, жизнь дороже. Поэтому и ребенок, и сын. Нарушители в ходе рейда тоже были. Так что будет и что делать, если инспекция по маломерным судам обнаружила отсутствие техосмотра или просроченные документы? Увы, приятное времяпрепровождение на воде обернется не совсем приятными последствиями. Но в будущем, возможно, именно это и позволит спасти чью-то жизнь.